Доброе утро дорогие мои коллеги садоводы сегодня мы с вами продолжим тему декоративных кустарников это растение минимального ухода который настолько гармонично вписывается в любой сад и сегодня хочу вам рассказать об одном из таких кустарников это спирея да 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 не удивляйтесь мы с вами уже говорили о спирее серый грев шейм великолепная красивая сейчас цветет спирея вангутта двухметровый роскошный красавец а мы поговорим об этом хрупком невысоком и компактным кустарники спирея береза листная это сорт тор посмотрите какие округлые листочки они действительно чем-то похожи на березку куст достаточно компактный его высота не больше метра в ширину он также не больше метра то есть габариты его примерно метр все еще зависит от того в какой компании он растет и с какими растениями он может быть и совсем махоньким 50 сантиметров 70 сантиметров вот здесь у меня как раз высота метр обычно спирея береза листная тор зацветает во второй половине июня но у меня чудеса чудесные зацвела спирея это раньше и в начале июня уже вот так цветет и цвести будет почти три недели да еще вот маленький вот здесь соцветия закладываются и завязываются а что же это за кустарник как за ним ухаживать и как правильно посадить первое вы уже все знаете что все декоративные кустарники не требовательны к уходу и действительно при закладке сада минимального ухода нужно обратить внимание на такие растения второе если вам нужно сделать солитерное растение пожалуйста спирея береза листная тор подойдет это будет как бриллиант такая белая жемчужина на фоне зеленого изумрудного газона вариант 2 можно посадить как у меня в миксе сейчас красиво цветет и ва хакура нишики спирея береза листная тор когда цветут оба эти растения и все внимание весь акцент будет на гортензию метельчатую здесь у меня сорт лайм лай поэтому вот эта компания очень дружно себя чувствует рядышком находится лиственница тоже комфортно то есть вот такой вот у меня микс собран если вы хотите использовать спирею березы листную для создания живой изгороди для бордюра смело берите этот кустарник он прекрасно подойдет для свободной живой изгороди которую не нужно формировать у вас будет шикарный бордюр если вы хотите плотную густую посадку вот такой плотный бордюр из шикарно цветущих таких соцветий то тогда сажайте на расстоянии не менее 50 сантиметров потому что когда разрастется ветки замкнутся у вас будет очень шикарный и красивый бордюр как выбрать кустарник чем взрослее тем действительно он дороже я вас настоятельно прошу уберечь себя от покупки растений с открытой корневой системой а сейчас очень много посадочного материала в контейнерах по разумной цене поэтому лучше отдайте предпочтение растениям в контейнерах потому что растения с голым корнем хуже приживаются раз бывает проблема в том что нужно постоянно ходить поливать 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 и контролировать это два третье больше риск пересорта ну и самое главное что сажать можно только ранней весной либо поздней осенью а вот растения в контейнерах можно сажать весь сезон с весны до глубокой осени причем если хотите более взрослые растения можно подобрать такое хотите малышей и смотреть как она растет значит покупаем малышей в трехлитровом контейнере в двухлитровом и высаживаем а какое подобрать место любое абсолютно потому что спирея не требовательна к почве главное чтобы это не было заболоченным местом вот там она расти не будет поэтому высаживаем посадочную яму посадочную яму делаем по размеру контейнера можно добавить суперпосфат при посадке можно добавить комплексное минеральное удобрение устанавливаем по центру и засыпаем плодородным грунтом плодородной почвой на высоту корневой шейки так чтобы корневую шеечку не заглублять а если у вас есть возможность замульчировать то это будет идеальным вариантом посмотрите у меня замульчированы все посадки замульчированы корой сибирской лиственницы. Если вы подсыпите такой толстый слой корой сибирской лиственницы, то сорняки пропалывать не придется, и влага сохранится, и растение будет более выигрышно смотреться на фоне такого мульчирующего материала. Если нет, можно замульчировать скошенной травой, компостом, торфом. Главное, чтобы растение смогло сохранить влагу. Если у вас близко проходят грунтовые воды, лучше подсыпать 5-10 сантиметров дренажный слой в посадочную яму. Больше никаких подкормок не требуется. Для того, чтобы растение хорошо приживалось, нужно пролить еще водичкой с добавлением препарата корневин. Один пакетик на 5 литров воды. Все, и забываем до осени. Осенью мы с вами подкармливаем осенним удобрением, а ранней весной, до того, как почки тронулись в рост, мы делаем обрезку. Как это правильно делать, я вам буду показывать весной следующего года. Дорогие мои коллеги, приобрести посадочный материал спирея березо-листный тор, спирея вангута, аргута, гревшем, всех декоративных кустарников, такой чудесной ивы, вы можете в нашем садовом центре Северин. Мы находимся по адресу. Город Тула, Олексинское шоссе, дом 34. Работаем с 9 до 19, без выходных дней и перерыва на обед. Оформить заказ вы также можете по номеру телефона 8 800 249 81 или на нашем сайте www.severindefis71.ru. С вами, как всегда, была Ирина Ульянова и сеть садовых центров Северин. До новых встреч!